Друзья, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» проведу передачу я, Вероника Тамтосова. Очень рада всех приветствовать и начнём с гостей. Сегодня у нас в гостях Кадашевса Сергей Борисович, президент Адвокатской палаты Республики Сахай-Куте. Сергей Борисович, здравствуйте! Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, уважаемые телерадио. Слушаю ли тебя? И знаете, у нас сегодня, очень дорогие телезрители, интересная тема – это организация системы бесплатной юридической помощи. Но мы рассмотрим на примере города Якутска, а вообще на примере республики, я так думаю. Но начнём сначала, потому что я думаю, что многие не задумывали, что адвокаты, вообще у них есть право и, можно сказать, такая обязанность оказывать бесплатную юридическую помощь определенной категории граждан. Расскажите нам, пожалуйста, об этом. То есть какая категория, по каким вопросам, кто может обратиться? Спасибо, Вероника. В действительности, федеральный закон о бесплатной юридической помощи был принят ещё в 2012 году. Аналогичный закон был принят в республике Сахаику в 2012 году. Основной функцией адвокатской палаты является именно оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с указанным законом. Есть определенные категории граждан, их 21 категория, то есть перечень довольно большой, по которым именно адвокаты должны оказывать помощь гражданам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. То есть есть категории вопросов, то есть это связано с правом пользования, с регистрацией права на земельный участок, алименты, меры социальной поддержки, то есть довольно такой широкий перечень, где адвокаты путём консультирования, путём составления письменной, в том числе, консультации, представления интересов в суде, составления аппетитационных жалоб, помогают гражданам для того, чтобы они защитили свои нарушенные права. — Ну, хорошо, то есть можно в закон заглянуть и в категорию посмотреть. Ну, давайте основные, это, наверное, у нас малоимущие со статусом. — Да, первым пунктом это идут, конечно, малоимущие граждане, те, которые данный статус подтверждён в соответствии с действующим законодательством, то есть у кого имеется такая справочка, во-первых. Во-вторых, это инвалиды первой и второй группы. Сейчас актуально, конечно, это все граждане, которые принимают участие на специальной военной операции, либо это мобилизованные, либо выполняющие свои обязанности по контракту. То есть эти граждане также не имеют право на получение бесплатной юридической помощи. Более того, лица, которые переехали в качестве беженцев со территории ДНР и ЛНР, тоже мы им оказываем бесплатную юридическую консультацию, то есть в полном объёме, по любым вопросам стараемся не вникать, попадает этот вопрос в категорию бесплатной помощи или нет. Мы именно этим категориям граждан оказываем фактически всю юридическую помощь. Более того, уважаемые телерадиоуслушатели, если вас интересует вопрос, попадаете ли под бесплатную юридическую помощь, советую вам перейти на сайт Адвокатской правоты Республики Саха-Якутия. Там есть определённая памятка, определённая сноска. По каким вопросам можно обратиться по бесплатной юридической помощи и кто может за ней обратиться. Поэтому всех призываю, кому это интересно, безусловно, обратиться к нашему сайту и ознакомиться с указанной информацией. Да, сейчас всё в сети интернет, это очень удобно. Ну вот мы услышали, дорогие друзья, что можно заглянуть, то есть не теряя времени. Ну а на крайний случай, если нет такой возможности, нет интернета, не открываются сайты, ну мало ли что, всё, может, на телефоне это невозможно сделать, вы можете позвонить у нас в Адвокатскую палату и тоже уточнить. Единственное, что напоминаем, что нужны именно документы, подтверждающие статус. Безусловно. Чтобы эта помощь была надлежащим образом оказана. Ну, я знаю, что сегодня у нас вообще такое большое событие произошло для города Якутска, у нас открылся наконец-то центр. То есть если раньше это было как-то разрознено, то есть адвокатская палата, да, оказывали, но либо отдельные дни, да, выделялись, либо просто обращались к адвокатам напрямую, а сейчас у нас вот открылся центр. Расскажите, пожалуйста, что это за центр, как туда можно попасть, что он будет делать? 15 июня 2020 года мы действительно открыли центр бесплатной юридической помощи при адвокатской палате, при поддержке Минюста, при поддержке главы Сан-Сергеевича Николаева, который нам фактически способствовал выделению данного помещения. Помещение расположено по адресу города Якутск, проспекление на 28, второй этаж. Там ежедневно у нас дежурят до пяти адвокатов, которые готовы оказать бесплатную юридическую помощь. Предварительно, уважаемые телерадиослушатели, советую вам позвонить по телефону 251-777, для того, чтобы, во-первых, объяснить, что у вас за вопрос, во-вторых, адвокаты вам объяснят, какую необходимость вы взять документацию на устную консультацию, попадаете ли вообще под бесплатную юридическую помощь, ну и самое главное, какие документы необходимы для более правильного разрешения вашего вопроса, будет это стадия судебного спора, либо это только подготовка к суду. Ну вот, кратко, Сергей Борисович, у нас есть звонок, слушаем. Оденьте, пожалуйста, наушники. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, Вероника. Я из Москвы звоню вам, меня зовут Игорь. У меня такой вопрос. А что вообще делать, и как юридическая помощь помогает в том случае, когда соседей могло же топить квартире? Ну, вообще, конечно, юридическая помощь здесь стандартная, то есть первое, что вы делаете, это составляете акт, да, со своей управляющей компанией, соответственно, о том, что факт произошел у затопа, в последующем, когда вы заактировали с управляющей компанией, что такое происшествие произошло, вам фиксируют дату, то есть степень повреждений, описывают полностью, что повредили соседи путем затопа, да. В последующем вы можете сделать оценку самостоятельно, какой ущерб нанесен вашему имуществу, обратиться к соседям. Если вы не знаете, к кому именно обращаться, опять же, с учетом закона о персональных данных, вы можете обратиться в управляющую компанию с просьбой, сообщить вам какие-то данные этих соседей, ну, и написать претензию. Ну, дальше, если в добровольном порядке соседи отказываются уплачивать, вы можете обратиться к юристам и обратиться в суд. То есть это гражданское дело, там в зависимости от суммы ущерба уже определяется, либо это мировые судьи, либо это районный суд. Ну, на нашем случае, Якутский городской суд. В Москве там нужно смотреть по району, в какой районный суд вы обращаетесь. Я дополню Веронику, с вашего позволения. Честно говоря, этот вопрос не совсем относится к бесплатной юридической помощи, но хочу отметить то, что если виновником будет установлена управляющая компания, то в данном случае, если вы попадаете под категорию граждан, которые вправе получить бесплатную юридическую помощь, вы вправе обратиться к адвокату. А коммунальные услуги у нас все-таки относятся к категории бесплатной юридической помощи, и вам опытные юристы помогут составить исковое заявление и представят ваши интересы у судья. Но еще раз повторюсь, если вы относитесь к категории граждан и виновникам данного затопа новости, это всякое бывает, потому что на установке виновника либо это виновата управляющая компания, это зона ответственности управляющей компании, либо это зона ответственности собственников. Ну, здесь, да, мы немножко поясним сразу, чтобы вы понимали. То есть есть сети, допустим, отопления, там еще чего-то, что относится к управляющей компании. То есть управляющая компания проводила чистку отопительной системы, что-то не предупредила, нарушила, и где-то меж этажей произошла протечка. То есть это уже не соседи виноваты. А если соседи открыли кран, забыли и ушли в гости, то, естественно, это уже соседи. Так же, как и протечка крана. Ну, нужно разбираться более детально. Давайте мы продолжим немножко нашу тему. Я знаю, что вы активно сейчас сотрудничаете с разными уровнями оказания юридической бесплатной помощи. То есть консультируете участников СВО, не только с подачи защиты прав человека, уполномоченного. Расскажите вообще о деятельности адвокатуры в этом направлении. Потому что очень интересно. Как-то адвокатов мы все воспринимаем больше как коммерческую структуру. Но на самом деле активная очень позиция сейчас у адвокатуры по общественной деятельности. Во-первых, мы заключили соглашение 15 июня 2023 года. Мы заключили соглашение с Госфондом защитника и отечества. Трехстороннее соглашение между нами, адвокатской палатой, ну, как я ранее сказал, с Госфондом. Мы также будем предоставлять адвокатов на площадку Госфонда, которые также будут оказывать там консультации. Для членов семей мобилизованных и граждан, которые выполняют свои военные обязанности по контракту. Более того, мы будем оказывать помощь и по другим вопросам, которые необходимы для того, чтобы людям, оказавшись в данной тяжелой ситуации, повторюсь, могли, ну, мягко говоря, быть удовлетворены, именно удовлетворены быть рынком юридических услуг. Всякое бывает. Бывают юристы, составляют плохие заявления, приходят нам, просят исправить. И, честно говоря, мы стараемся это делать. Первую очередь касается, конечно, членов семи специальной военной операции. Потому что, я к чему говорю, может, изначально не ясно выразился, до событий февраля 2022 года никто не знал такое направление, как военное право. Оно было вообще специфичное для всех. И задавали вопросы, задавали разные консультации. И были зачастую неверный ответ. И люди подавали в суды. Одно решение такое, другое решение такое. Сейчас мы эту практику систематизировали. И поэтому пытаемся оказывать эту помощь в соответствии именно с целями и задачами, которые сейчас поставлены перед нашим государством. Мы сразу уточним, а где площадка находится? То есть, кто захочет подойти? Ну, также эта площадка находится на... Госфонд защитники Отечества находится, если мне не изменяет моя память, Аюнского 44-1. Как я ранее говорил, Центр бесплатной юридической помощи. Делаем также бесплатную юридическую помощь. Город Якуск, проспект Ленина, 28. Ну, дорогие друзья, если вы что-то пропустили, вы сможете по записи эфира посмотреть, будет возможность уточнить. Или всегда можете, еще раз повторяемся, в адвокатскую палату позвонить, вам подскажут, куда можно обратиться. Так, ну, а мы двигаемся дальше. Очень интересно, вот, все-таки, вопросы. Какие в основном вопросы возникают у наших граждан? Ну, честно говоря, в зависимости от категории. То есть, у инвалидов вопрос от меры социальной поддержки. У детей-сиротов, в первую очередь, это предоставление жилого помещения. У женщин, которые имеют около трех детей, очень часто, к сожалению, вопрос от взыскания алиментов, которые также попадают в систему бесплатной юридической помощи. Но в последнее время, конечно, 70% вопросов, которые нам задаются, это вопросы, связанные со специальной военной операцией, к сожалению. Где-то мы можем дать объективный вопрос, где-то необходимо сделать запрос, который не всегда мы получаем ответ. Ну, в любом случае, мы стараемся гражданам в этой части помогать. Все, что мы можем, по крайней мере, мы все усилия прилагаем. Недавно мы с командировкой адвокатской палаты выезжали в зону специальной военной операции, тоже переговорили по поводу взаимодействия в части. Там, допустим, нам приходят различные запросы. Однако, ну, к сожалению, мы не можем на них ответить, потому что нам не с кем было там контактировать. Ну, также встретились с начальником военной полиции Российской Федерации, генерал-балковником Кураленко, который в части нам оказывает определенное содействие. Большое ему, честно говоря, честное, большое человеческое спасибо ему. Ну, то есть какое-то единобразие у нас уже появляется. Да, путем именно заключения не то, что соглашения, а вот именно в человеческом понимании этого слова. То есть люди начинают просто вникать в ситуацию с точки зрения права и с точки зрения своей воинской службы. И ту информацию, которую необходимо нам донести до членов семьи. Допустим, звонят, ну, просто очень распространенный пример. Звонят нам в адвокатскую палату, говорят, так и так, мой сын якобы совершил преступление, на связь не выходит. Что делать? С кем связаться? То есть благодаря военно-следственному отделу по городу Якушку мы восстанавливаем эту ситуацию. Было ли там какое-то преступление, не было там такое преступление. Зачастую, честно говоря, информация ложная. Просто человек не выходит на связь, родственники начают беспокоиться, ну, и пытаются как-либо узнать информацию. Ну, вот, благодаря военно-следственному отделу, благодаря военной полиции нам дают такую информацию, человек живой, все нормально, он находится на задаче. И более того, потом уже выходит на связь со своими родственниками. Ну, вот как-то вот даже, грубо говоря, не юридический вопрос, но людям мы стараемся еще раз говорю помогать. — Дорогие друзья, ну, вот теперь вы знаете, что если сложилась такая ситуация сложная, что вы не можете найти человека, у вас есть какая-то дезинформация, что с ним что-то случилось, ну, вот в крайнем случае можно обратиться, да, что все-таки поддержат, помогут, и запрос, соответствующий, направят, квалифицированный к тому же, чтобы ответ получить. Хорошо. Ну, это вот в части города Якутска вот так активная работа ведется, но я знаю, что бывают и марш-броски по республике. Вот об этом направлении расскажите, пожалуйста, подробнее. Когда ждать, может быть, можно инициировать этот выезд каким-то образом, если к вам обратятся с письмом из района? Как это сделать? — Адвокатская палата представлена почти в каждом районе Улуси в республике Саха-Якутия. То есть, в принципе, вы можете выйти на адвокатскую палату с определенным вопросом, и мы вас сведем с адвокатом. Во-первых, и он вас там примет, и вы получите бесплатную юридическую консультацию. Ну, может быть, даже юридическую помощь, потому что, может быть, необходимо даже будет представлять ваши интересы в суде. Это во-первых. Во-вторых, в городе Якутске мы в этом году открыли две площадки для оказания бесплатной юридической помощи. Это, как я говорил, проспект Ленин, а второй — это поселок Житай. У нас на Северной 54, если мне не изменяет память, также оказывается бесплатная юридическая помощь. Благодарю, конечно, главу поселка Житай, Исаеву, которая нам в этой части помогла и предоставила помещение для адвоката, который там ежедневно ведет консультации граждан в отдаленном, по сути, поселке. Из последних у нас адвокат Шумейко выезжал, адвокат Вивенобатантайский район для оказания бесплатной юридической помощи. То есть она с Батагая выезжала в Вивенобатантай для того, чтобы оказать эту юридическую помощь. Советую главу муниципальных образований, если они, конечно, смотрят на шефир, обращаться к нам в адвокатскую палату. Мы можем там, где мы не представлены, то есть это, допустим, Нижний, это Черский, это, может быть, Зырянка, это, как я говорил, Вивенобатантайский район со скалах. Отправьте нам заявку, мы вам с удовольствием направим адвоката, который окажет нам бесплатную юридическую помощь. Информируйте граждан. Ну и у нас за это даже на это заложен определенный бюджет, нам его нужно исполнять, поэтому ждем заявок со стороны глав муниципальных образований. Дорогие друзья, то есть вы можете инициировать даже такой выезд, вам достаточно обратиться к своему руководству района, поселка. Лучше про район, конечно, чтобы больше было людей, которые воспользуются возможностью бесплатной юридической помощи с письмом, и если обратятся уже в ассоциацию, или в данном случае к президенту адвокатской палаты, то есть в адвокатскую палату, мы дружно все этот вопрос как-то постараемся разрешить. Ну, мы осветили вот такой непростой вопрос, как бесплатная юридическая помощь, но, конечно, хочется немножко и затронуть, скажем так, адвокатуру. Адвокатура у нас раскрывается с новой стороны, особенно с переходом ВАЗДА, изменился подход немножко, она стала более открытой, более социальной, обновился, я смотрю, сайт. Вот ваше видение работы адвоката в современной действительности? Ну, в первую очередь, честно говоря, благодарю своих коллег по совету адвокатской палаты. Все-таки хотелось бы обратить внимание, что у нас коллегиальным исполнительным органом является совет. То есть совет принял решение, что необходимо нам цифровизироваться. То есть у нас элементарно сейчас все дела по назначению, по уголовным делам проходят через систему распределения, автоматического распределения дел. То есть теперь адвокат, который принимает участие в деле, он 100% независимый человек. То есть ранее были какие-либо договоренности, такое, к сожалению, бывало, не только в Республике Сахай, как и по всей России. У нас борьба в этой части ведется, и мы, в принципе, все свои вопросы решили. И в первую очередь, благодаря этой системе автоматического распределения дел. Работа проведена колоссальная. Вы даже не можете представить, что такое, когда следователь закидывает заявку через телефон, и никак раньше по телефону вызывает своего бывшего коллегу, который стал адвокатом. Поэтому работа проведена колоссальная. В части того, что мы сделали, ну, полтора года это такой небольшой срок, честно говоря, который можно как-то себе сравнивать. То есть, тем более, это больше скажут коллеги, изменилась ли адвокатура или нет. Но однозначно мы стали ближе к обществу, ближе к своим гражданам. Если есть какие-то нарушения законных прав граждан, то мы стараемся принимать меры дисциплинарного реагирования. Поэтому, если есть какие-то нарушения, опять же, адрес адвокатской права, то, я думаю, все знают, мы ему граждан примем, ну, и по любому вопросу рассмотрим. И в том числе поможем, если есть взаимоотношения с адвокатами. Более того, если есть, наоборот, положительные случаи, а таких, как всегда, больше обращайте их к нам, чтобы мы этих людей награждали, поощряли. Поэтому коллеги к нам приходят... В общем, пишите отзывы, да, пожалуйста, пишите отзывы. Так, нас просят повторить телефон. Будьте добры, пожалуйста, телефон центра, еще раз повторите, и телефон адвокатской палаты. Телефон центра 251-777, телефон адвокатской палаты 32-53-72. То есть, если у вас есть вопрос по бесплатной юридической помощи, то вам звонить на необходимо по первому номеру телефона. Если вопрос какой-то связан именно, какие-то проблемы, может быть, с адвокатом, когда-нибудь ситуация сложилась, у вас то звоните в адвокатскую палату, я вас сам лично приму. Вас запишут, и будет осуществлен прием. Вот видите, у вас есть уникальная возможность даже на прием попасть, дорогие друзья. Вот вспомните, скажите, вот в эфире слышали, обязательно запишемся. Так, хорошо. Вот еще раз по цифровизации, то есть и по поводу заявок. То есть сейчас человек, который нуждается в адвокате по уголовному делу, то есть он обращается, чтобы мы адвоката предоставили, подается электронная заявка, Нет, ситуация там совершенно другая. Во-первых, назначается адвокат следователем, дознавателем, либо судом. То есть, по большому счету, раньше сам дознаватель, следователь или суд выбирал конкретно в адвокат. Были определенные взаимоотношения, как вы понимаете. А сейчас как запрос просто отправляется? А сейчас запрос отправляется либо в адвокатскую палату напрямую, ему через данную систему автоматизировано распределение дел назначаемого адвоката, либо это происходит путем посещения личного кабинета следователя. Он есть на телефоне, есть такое приложение, которое доступно для андроида, для айфона, то есть без проблем. Вбивается заявка на определенного человека, и адвокат назначается. Мы специально это все повторили, дорогие друзья, для вас, для того, чтобы вас убедить, что теперь это все абсолютно независимые люди. То есть, никаких личных звонков, все это электронно, независимо. То есть, у кого есть какие-то подозрения, бывает, что люди сильно переживают по уголовным делам, что как-то есть какие-то взаимоотношения, теперь это все абсолютно не так. То есть, вот, подается заявка, там машина распределяет и выдает результат. Кто же будет адвокатом? Совершенно верно. Ну, хорошо. А для тех, кто вот у нас такое интересное время, как раз будущие наши молодые люди выбирают себе профессию. Расскажите, пожалуйста, вот, если человек задумался о том, что он хочет стать адвокатом, что ему нужно знать об этой профессии и с чего начать свой путь? Ну, честно говоря, для того, чтобы стать адвокатом, нужно иметь определенный стаж по юридической деятельности, закончить направление, как минимум бакалавриат. В настоящий момент у нас в республике действует 372 адвоката, и каждый из них сдавал квалификационный экзамен, за исключением тех лиц, которые в 2002 году нам перешли еще от советской адвокатуры. То есть каждый претендент сдает квалификационный экзамен. Из квалификационной комиссии у нас 13 человек, это половина адвокатов и два представителя от суда, два представителя от исполнительной власти, это управление Министерством юстиции, председательной Кисаха, Якутия, и два представителя Государственного собрания Илтума. Поэтому... Ну, все, спасибо. Нас уже торопят даже, что время заканчивается. Поэтому обращайтесь в адвокатскую палату, сдайте экзамен и... Все, все, спасибо огромное, спасибо. До новых встреч, дорогие телезрители. Дорогие друзья, здравствуйте. В прямом эфире для вас программа «Якутск. Сегодня» мы продолжаем. Наши режиссеры Николай Слепцов-Айдын, Мария Новгородова, у микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, а в нашей студии художники. Художник-живописец Наталья Николаева. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. И художник-дизайнер Ольга Скорикова. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы нашли время сегодня и пришли в нашу студию. Ольга, вам огромное спасибо за помощь в организации сегодняшнего эфира. Мы ждали этот эфир еще с конца мая, когда уже стало известно, что будут проведены новые мероприятия, новые выставки. И как раз-таки мы сегодня будем говорить о таких выставках, кураторами которых вы являетесь. Называются выставки «Гардероб Саха» и «Лена. Японское море». Названия интригующие. И я попрошу вас рассказать о том, почему называются эти выставки именно так и почему их стоит увидеть нашим горожанам. Ольга, наверное, первый вопрос к вам. Расскажите о своей выставке и что там будет интересного и почему она так называется. Спасибо. Я хотела бы несколько слов сказать вообще о выставочной деятельности Союза художников Якутии. Она в последнее время очень активная. И благодаря тому еще, что у нас появилась собственная выставочная площадка арт-галерея «Сетим», которая находится в нашем здании по Белинского, 44. То есть это свой собственный выставочный зал, где постоянно сменяются разные экспозиции. Это только один из факторов. Другой из факторов, что вообще интерес у населения расширяется к изобразительному искусству. И у нас выставки очень различны. Есть выставки, в которых сразу многие члены Союза художников участвуют. Есть групповые, есть индивидуальные, персональные выставки. И самую маленькую выставку можно назвать выставкой, которая прошла в Чуропче. Это была передвижная выставка одной картины. Это был проект, приуроченный к 95-летию собаки на Афанасея Петровича, моего отца. В этом году исполнилось 95 ему лет. И была всего одна картина, которая имела два пояснительных текста на русском и якутском языках. И путешествовала по Чуропче по различным мероприятиям. Я была очень рада такому удивительному событию. Самая крупная выставка, наоборот, это выставка «Земля Алан-Хо». Состоялась по приглашению Ольги Ивановны Зотовой. Это редактор журнала «Изобразительное искусство. Урал, Сибирь и Дальний Восток». Это была ее идея. И выставка состоялась у нас в Российской академии художеств в Красноярске. После чего она переехала в Иркутск. В Красноярске она находилась в таком престижном зале, как выставочный зал Российской академии художеств. В Иркутске тоже очень престижная площадка. Это художественный музей имени Сукачева. Там выставки прошли с большим успехом, что очень воодушевило наших художников. И также музей Сукачева задумался о том, чтобы купить работы у некоторых художников в свои фонды. И, конечно, это не может не окрылять нас. Оказывается, как художники активно и насыщенно живут. Мало того, что выставки у нас в Якутске еще по республике, еще и за пределами республики приезжают. Здорово. По республике у нас была выездная выставка в Чурабчу. И там выставлялись художники-чурабчинцы только, в том числе и я. Те, у кого в корнях есть чурабчинское происхождение. И проходило это в рамках Дней культуры и литературы республики Саха-Якутия. И совсем недавно в Покровске, Наташа, да, открылась выставка? Да, передвижная выставка союза художников открылась в Покровске в выставочном зале. И очень интересно это все было. И покровчане пришли, смотрели и очень радовались тому, что именно, как сказали, они впервые полностью весь союз художников, кто хотел, кто участвовал в этой передвижной выставке. То есть передвижные выставки, которые проводятся союзом художников, они продолжаются. И я думаю, что они и дальше так же будут продолжаться. В каких-то районах это же целое событие, когда вы приезжаете. Там все-таки люди не так избалованы, как в городах, и не имеют столько возможности посетить. И как хорошо, что они получают такой шанс увидеть прекрасное, пообщаться с художниками вживую. Это очень здорово. Недавно я знаю, что проходило тоже мероприятие, участвовала Мира Аргунова со своими картинами на этой мэрии. Это тоже было очень красиво, феерично и круто. Я надеюсь, получится осветить эту выставку в одной из программ Якутска сегодня. Очень надеюсь. И мы подходим к тем мероприятиям, которые вот-вот начнутся. 23 июня стартуют оба проекта. Две выставки. И прям глаза разбегаются, не знаешь, куда пойти. Когда я узнала название выставка «Саха-гардероб», я подумала, что, наверное, это что-то приуроченное к эсэху, и наряды будут вот про этот праздник. Верно ли я поняла? Ну, да, вы поняли совершенно верно, потому что это выставка о традиционной одежде северных народов. И, в принципе, ну, это как бы отражение такого взгляда художника на традиционную одежду. Конечно же, там очень много работ, которые приурочены именно к эсэху, но в то же время там есть такие ну, апелляции к каким-то вот... Есть работа Надежды Федула, совершенно новая работа по эвенкийским тропкам, да, она вот именно связывает бисерный эвенкийский узор и вот с этой тропой жизни, которая вот ведёт человека. То есть вот это вот как бы одежда, она даёт только толчок для какого-то художественного выражения, какого-то художественного видения. А вот как меняется мода на эсэх? Круче прям это сделать, как это было в самом начале, вот наряд национальный, или добавить что-то, осовременить его? Ну, значит, ещё... Вообще я считаю, что вот именно такое, такое вот... то, что началось вот возрождение традиционной одежды, в этом очень большую роль сыграли искусствоведы. Потому что, если вспомнить наших искусствоведов, Зинаиду Ивановну Иванову, да, Светлану Ивановну Петрову, то есть они все как раз пишут и говорят о такой, о красоте якутского костюма, да. И я помню то, что когда Зинаида Ивановна, она всё время говорила о том, что вот одежда, вы же художники, говорит, вы должны как-то выделяться и что-то вот, носить что-то интересное. И особенно, говорит, интересно, когда вы, ну вот, показываете свою идентичность, то, что вот вы принадлежите к такому прекрасному народу Саха. И говорил о том, что нужно носить какие-то украшения. И сейчас вот эта мода, она как раз и началась. Нарастает. Да, нарастает. И вообще, я считаю, что вот толчок такой, вот очень, именно художники дали ещё в 80-е годы, значит, работы Тимофея Степанова, как раз о Алан-Хо, там, он обратился именно к традиционной культуре. И вот это вот всё и сыграло какую-то вот, большую роль в дальнейшем. То есть, нельзя говорить о том, что вдруг внезапно это всё родилось, да, а тут оно же было всё постепенно, с 80-х годов, так это всё нарастало, нарастало. И сейчас, мне кажется, это совершенно какой-то, эсэх выливается в какой-то праздник, такой, какого-то единения всего. И недаром, вот в прошлом году, да, приезжали с Татарстана и говорили, и вот, и даже до сих пор они говорят о том, что праздник эсэх, это, конечно, совершенно великолепное. И он бесконечный, он так долго идёт. Вот одежда, конечно, имеет большое значение. Вот, допустим, человек, который выходит на сцену, да, то, как он одет, будет актёр или исполнитель, и это часть его, наверное, какого-то состояния и вдохновения. Есть ли такое у художника, когда он садится писать картину, если он наденет на себя какой-то вот национальный наряд, который вы описали, да, искусствовед сказала, что так должно быть, наденет украшение, наденет какое-то красивое платье и будет рисовать картину, отразится ли это как-то на том, что получится, или это для художника не особо важно, потому что, когда мы видим какие-то там документальные или художественные фильмы показывают, что художники творят в мастерской, они очень просто одеты. Да, честно говоря, вот мы все одеваемся очень просто, потому что большинство работает масляными красками, а масляная краска, она оттирается от одежды, ну, очень-очень трудно. Несовнестимо. Ну, то есть, это вот всё равно, когда ты работаешь, ты двигаешься полностью, ты встаёшь, бежишь там к мольберту, то есть, вот это вот, нужно, чтобы одежда была очень удобной. А вот уже на выставку можно прийти в красивом, Да, на выставку обязательно. Даже специально делают такие, шьют костюмы, особенно если персональная выставка, то там обязательно нужно, ну, одеться так, чтобы вот поразить всех. Эта выставка, она будет впервые, да, вот такое название, такая выставка, она впервые будет проходить? Да, ну, вот такая тематическая выставка будет впервые. Но у нас будет ещё одна очень интересная выставка, о которой расскажет Оля, это река Лена, Японское море. Она совершенно, вот уникальная, очень интересная будет. Тут у меня нет интерпретации, кроме, как, что будет изображена река Лена на картинах Японское море, но почему это вместе? Вообще, это проект, который стартовал много лет назад. Приморские художницы 20 лет назад образовали международную ассоциацию женщин-художниц. Называются они «Цветы мира». Они путешествовали буквально по всему миру. У них была Южная Корея, Австралия, Германия, Франция. И позже, в последнее время, они обратили свои взоры на Россию. В прошлом году они пригласили нас, группу женщин, художницы Союза художников Якутии. Наша арт-группа называется «Узкий взгляд». И мы с Натальей в том числе в этой группе работаем. Нас пригласили в прошлом году на пленэр на море. И также у нас была совместная выставка с точно таким же названием. Но это вот такое идет межрегиональное сотрудничество. И там, конечно же, зрители, для них это была необычная выставка, с большим интересом воспринимали работы якутских художниц. И с ответным визитом, и в то же время, чтобы посмотреть наш национальный праздник, приезжает вот эта компания теперь с ответным визитом к нам во главе с Ольгой Ивановной Зотовой. Это член-корреспондент Российской Академии Художеств, и она куратор выставки с приморской стороны. Также Ольга Никитчик, заслуженный художник Российской Федерации, художник-живописец. И это тот человек, который придумал, зародил вот эту ассоциацию. Всего будет восемь человек. Все это совершенно прекрасные художники. И выставка будет интересна не столько тем, что мы увидим там разные виды, скажем, якутские там виды, лица, пейзажи, да, или предметы, или приморские. Выставка интересна не только сменой сюжетов, да, о чем я только что сказала. Выставка интересна тем, что приморские художники и видят мир, и пишут совершенно по-другому. Вот, к сожалению, у нас в Якутске довольно редко бывают выставки современных художников, работающих в России, и мы имеем очень слабое представление о том, как они работают. Ну, в интернете, конечно, можно увидеть, да, там на телефоне маленькую картинку. Совсем другое дело, когда приезжает полотно вживую, выставляется на хорошей выставочной площадке, выставка будет в Центре современного искусства имени Гагарина, да, на Можайского, 25, в прекрасном выставочном зале, и там все желающие смогут увидеть вот эту разницу в подходе к изобразительному искусству у якутских художниц и у приморских художниц. Это очень интересное явление, очень необычное сопоставление, потому что мы к своим художникам привыкли, да, ну, все знают примерно, что можно увидеть на выставке якутских художников. И совершенно другое, какой-то подход, другая манера, да, совершенно другая, у приморских художниц. И они тоже будут присутствовать, сами художники. Они тоже будут присутствовать, они прилетают, и все будут на открытии 23 июня в 3 часа дня, пожалуйста, у кого есть время, пожалуйста, приходите. Это будет пятница. Это будет пятница. На этой неделе пятница. И туда вход свободный. То есть, если обычно билет стоит там от 200 рублей и ниже, то в день открытия, как и в Севернисаже, вход свободный. Давайте еще время скажем. 23, вот как раз мы видим афишу, 23 июня начнется выставка, день открытия продлится на до 16 июля, так долго. Смогут посмотреть, да, все желающие. И во сколько 23-го открытия выставки? В 15 часов. И время очень удобное. И вот в этот же самый день, через некоторое время, во сколько, Наталья Васильевна, открывается выставка Саха-гардероб уже в Доме художника. Уже в Доме художника. На Лермонтово открывается в 16.30 выставка. Но это приурочено к форуму, который проводит СРУ. Разорвись, получается. Время прямо рядом со всем. Да, там будет дефиле. И я надеюсь о том, что вот моя кураторская задумка исполнится и сделает совершенно такой вот интересный такой ход, который вот я придумала в новой экспозиции. Хочется ведь и туда, и туда попасть. Получается, что как это все совместить? Или по времени успеется? Там, допустим, час на открытии, и потом можно через час туда. Да, я надеюсь, что пробок не будет, и что все желающие смогут из ЦК Гагарина переехать в Дом художника Анна Лермонтова. Она из участниц выставки «Лена, японское море». Это Галина Акаюмова. Да. Верно? Да. У меня очень теплое отношение к этой художнице. Она была не раз в нашей студии и приносила свои работы удивительные про советскую эпоху, про Якутск, окраины Якутска. Это настолько было красиво, тепло. И она такой скромный человек, такой талантливый. Я была у нее в мастерской, и она мне подарила такие игрушки замечательные, новогодние. Галина, если вы меня слышите, я вам прям в любви признаюсь и благодарю вас еще раз. Они до сих пор у меня хранятся, эти игрушки. И я каждый раз на Новый год вспоминаю наши встречи. И я каждый раз удивляюсь, насколько вот вы художники, вы скромные люди. Столько всего происходит, много, да, но не так часто мы об этом говорим. О том, какие замечательные выставки, да, как можно пойти и вот визуально подпитать себя этой красотой. Как это исправить, чтобы об этом знало большее количество людей? Как вас почаще видеть, почаще узнавать? Что для этого нужно? Может быть, нужен какой-то особый проект, чтобы художники говорили о себе более активно? Да, может быть, это должна быть серия, какая-то передач о художниках, потому что у нас самый многочисленный союз художников по Дальневосточному региону, на сегодняшний день в Союзе 129 человек, включая новых членов Союза художников, и по отношению к населению это самый крупный союз художников по всему Дальневосточному региону. Художников у нас очень много, они все очень интересные. И все скромные очень. И все очень скромные. Если там не проедешь мимо Национального художественного музея, да, ну, может быть, там выставку какую-то там, ты афишу эту увидишь, да? Если бы я с вами не общалась вот по профессиональным каким-то, да, вот таким вот вопросам и так не встречалась, я бы очень о многих выставках вообще не знала. Я бы, вот пользуясь случаем, тоже хотела бы сказать ещё про целых три интересных выставки. У нас только остаётся уже почти меньше минуты. А я быстро скажу. Это Национальный художественный музей Анна Зверева, наша арт-галерея Сетим Анна Волкова, и Комдрагмет Александра Бочкарёва Иннокентьева. В общем, смотреть не пересмотреть. Лето обещает быть ярким, красивым, поэтому всем зрителям я ещё раз напомню, что 23-го числа, пожалуйста, приходите в Дом художника Налермонтова и в Центр культуры и искусства, да, культуры? И современного искусства имени Гагарина и наслаждайтесь красотой и пополняйте свой, расширяйте свой кругозор. Я обязательно приду, точно приду. Спасибо всем большое. Нас уже режиссёры торопят. Всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok